Гирлянды, свечи, рождественские украшения, новогодние ёлки – всё это необходимые атрибуты Нового года. Но они же могут быть причиной возникновения пожара. Какие правила необходимо соблюдать при традиционном новогоднем убранстве жилища? В сюжете Сергея Корнелевского. Важнейшая проблема, которую приходится решать, пожалуй, в каждой российской семье в эти дни – где и как установить лесную красавицу. И при решении этой проблемы необходимо учитывать не только эстетические предпочтения, а также правила пожарной безопасности. Не правда ли? Совершенно верно. Главное, чтобы ель была установлена на расстоянии не менее одного метра от электронагревательных и обогревателей приборов и не мешала свободного выхода из помещения. За неделю до Нового года в биробиджанской семье камер начинается волнительная процедура украшения ёлки. Если место установки определяют взрослые с учётом требований пожарной безопасности, то на каком месте будут красоваться игрушки выбирают дети – Данила и Кира. Особенное внимание к электрическим гирляндам. Данила, а вот хочется включить гирлянду без разрешения иногда? Нет. А почему? Потому что, может, призываемые на разрешение из папины, и взрослые на разрешение нельзя включать. Новый год, конечно, это замечательный праздник. Праздник – это семейный праздник, ёлка – это самый главный символ. Но также мы не забываем про наших детей и ведём с ними беседы о том, чтобы они без разрешения взрослых не включали гирлянды. Также мы стараемся покупать сертифицированные гирлянды и игрушки на ёлку. Однако даже сертифицированные осветительные приборы, длительное время остающиеся без надзора, могут стать источником возгорания. Нарушение целостности электропроводки, приводящих к короткому замыканию, самодельность горючих материалов ёлочной игрушки, даже сама натуральная ель, которая высыхает к концу новогодних праздников. А кроме того, электроприборы. Забытая в розетке зарядка для мобильного телефона или в режиме ожидания – телевизор. Два пожара у нас в прошлом месяце случилось в результате того, что загорелся телевизор. Из-за скачка напряжения происходит замыкание, и телевизор начинает гореть. По статистике, Новый год – самый пожароопасный праздник. Если в среднем в России в день происходит около 700 пожаров, то в период зимних празднований их число порой достигает полутора тысяч. Смертность увеличивается в четыре раза. Об этом необходимо помнить в долгие новогодние дни, чтобы знакомая с детства кричалка «раз, два, три, ёлочка, гори» стало сигналом к началу веселья, а не поводом для вызова экстренных служб. Сергей Корнелевский, Максим Сидичкин, Вести, Биробиджан.